25 апреля на улицах российских городов в очередной раз начали раздавать георгиевские ленты. Черно-оранжевый двуколор, символизирующий воинскую доблесть, победу и вечную признательность ветеранам. Торжественное открытие акции «Георгиевская ленточка» в Славянском районе состоялось 1 мая. Завершилась она в День Победы, 9 мая. Об особенностях патриотической кампании этого года и ее итогах в нашем следующем материале. В этом году всероссийская акция «Георгиевская ленточка» прошла уже в юбилейный 10-й раз. За годы существования неизменной осталась главная цель кампании – сохранить и передать молодому поколению память о том, какой ценой была завоевана победа в Великой Отечественной войне, а также привлечь внимание к проблемам ветеранов. Однако в свете последних событий, происходящих на Украине, ленточка буквально обрела вторую жизнь, став символом верности, ценностям Отечества, символом новой России, которая объединила солидарность в борьбе с нацизмом. Ветеранов остается мало, и вот чтобы молодежь знала, не забывала и чла, потому что, видите, какая сейчас пропаганда есть нехорошая, чтобы молодые знали правду о войне и чтобы гордились этим. Эта георгиевская ленточка стала символом мира, мира, дружбы между народами, вот чтобы не было войны. Самое главное, чтобы не гибли люди. История акции началась в 2005 году, когда на улицах российских городов появились первые добровольцы, разного возраста и социального статуса, распространяющие черно-оранжевые символы памяти. За 9 лет акция стала международной. В прошлом году в ней приняли участие 73 страны, а общее количество ленточек, розданных волонтерами, достигло 100 миллионов. В рамках патриотической кампании георгиевские ленты побывали даже в космосе. В Славянском районе 10-я юбилейная акция прошла тоже по-особенному. В День Победы 9 мая под торжественный марш духового оркестра учащиеся школ вынесли на площадь огромную 17-метровую георгиевскую ленту. Световое решение георгиевской ленты не случайно. Это исторический символ военной доблести и славы. В этом году георгиевские ленточки развивались на одежде, антеннах автомобилей, детских колясках, красовались на груди практически каждого жителя нашего района. Во-первых, это благотворительная помощь каждому ветерану. Во-вторых, это гордость, память, которую носит каждый у себя на груди. Не знаю для кого как, но у меня мой папа был инвалид войны, освобождал Сталинград. Пришел 23 года без ноги, контуженный, раненый, с орденами, 23 года. Для меня это не просто ленточка, для меня это самый светлый, святой праздник у нас в семье. Мы всегда, все три сына, приезжали к родителям, где бы мы ни были, на День Победы и всегда встречали его в семье, поздравляя отца. Мой папа уже 34 года, как в могиле. Всем павшим клятву мы даем, что подвиги не предаем. Века героев будем чтить всем сердцем Родину. Одна из задач акции – оказание материальной помощи ветеранам. На собранной в ходе кампании средства закупается дорогостоящее медицинское оборудование – военные госпитали для ветеранов. С целью сбора пожертвований в районе работали стационарные и передвижные боксы. Не считая сегодняшнего дня, уже именно копилку, я имею иду копилку, собрано 92 тысячи. Вот именно только копилка, что люди наши всегда активно участвуют, всегда, всегда. Вот сколько лет я работаю их председателем, люди всегда проявляют активность, активность, особенно пожилые люди. Ну и молодежь старается не отставать. Всего в этом году в копилку акции «Георгиевская ленточка» жителями Славянского района было собрано свыше 163 тысяч рублей. Это на 8 тысяч больше, чем в прошлом. За время проведения патриотической кампании волонтерами было распространено 11 тысяч черно-оранжевых лент, которые, по словам организаторов акции, символизируют защиту и преданность идеалам нескольких поколений людей, которые смогли сделать Россию великой и могучей страной. Алена Лавренова, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».